Здравствуйте, друзья! С вами Ольга Мишина. Давайте нарисуем этот милый легкий летний пейзаж. Рисовать мы будем гуашью кистями от номера первого, второго до седьмого, восьмого. Нарисуем уровень горизонта, дорожку извилистую, в конце она уже, кучку камней, большое дерево справа, лес на горизонте справа, маленькое деревце. И большое ближнее деревце слева. Ну и еще детальки, еще одно деревце. Голубой гуашью, это смесь белого и синего, кистью номер восемь рисуем небо. Наверху оно потемнее, а внизу, ближе к горизонту, посветлее. Друзья, у меня есть замечательный плейлист уроки пошагового рисования пейзажей. Заходите, не пожалеете. Там есть пейзажи на каждое время года. Лето, зима, весна, осень. И отдельно плейлисты по временам года есть. Смесью желтой, белой и зеленой гуашьи, такая светло-салатовая получается гуашь, нарисуем траву внизу. Дорожку не закрашиваем. А тень от будущего дерева слева и под камнями справа нарисуем сейчас зеленой гуашью. Это тень, поэтому она и потемнее. Кистью номер пять примерно рисуем. Синий лес на горизонте справа тоже рисуем кистью номер пять. Верхушка леса у нас будет посветлее с добавлением белой гуаши. А рисуем верхушки деревьев волнистыми линиями. То повыше, то пониже. Друзья, если вам нравится со мной рисовать, нравятся мои уроки, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, для меня они очень важны. И делитесь моими видео. А слева лес нарисуем сейчас светло-фиолетовой гуашью. Вот, правда, рисунок уже становится интереснее, поживописнее. Лес разного цвета. Это здорово. Светло-коричневой гуашью. Это смесью белой и коричневой. Кистью номер два. Нарисуем дальнее дерево. Ну, оно среднее такое. Делаем ветви поинтереснее, поизвилистее. А светло-зеленой гуашью и этой же кисточкой маленькими горизонтальными мазочками накладываем листву. А чтобы она была разная, крона дерева, мы добавим еще кое-где пятна синий-зеленого цвета. Нарисуем еще одно среднее дерево. А коричневой гуашью кистью номер пять рисуем ствол ближнего дерева слева. До самого верха ведем ствол и крупные ветви. А маленькие веточки тоже делаем интересные. И уже потоньше берем кисть номер два. А охрой проставим пятна коры. Вот дерево получилось и повеселее, и поинтереснее. Мазками светло-зеленого цвета, кистью номер четыре-пять, горизонтальными мазками, рисуем крону среднего дерева. Пусть она тоже будет интересной формы. Можно сказать, что она немножко на облако похожа. А темно-зеленым цветом, это синий, зеленый и коричневый, рисуем такие фигурные пятна. Крона потемнее, туда как бы свет не проходит. И там темные места кроны. Смотрите, какое красивое дерево получается. И так же мы сделаем низ крона дерева. Дерево сразу становится интереснее. Коричневым цветом, кистью номер три, рисуем ствол правого дерева. Добавим белые полоски и потом сгладим их, размажем. Так кора дерева будет поинтереснее. Друзья, на моем канале есть не только рисование, но подарки и поделки из разных материалов на все случаи жизни. Друзья, кто может оказать хоть какую-нибудь маленькую материальную помощь моему каналу с бесплатными мастер-классами для взрослых и детей, я буду очень-очень благодарна. Ссылка на карту Сбербанка и Яндекс.Деньги в описании к видео. Тёмно-зелёной гуашью, это коричневый плюс зелёный и синий, горизонтальными мазками, кистью номер пять, рисуем листву. Мы будем рисовать её пятнами. Пятна посветлее и потемнее. Посветлее пятна, это пятна с добавлением белой гуаши. Можно себе очертить прямо пятна, как вы хотите. Листва в середине дерева будет закрывать ствол. Листва в барахерный ляток. Листва в везд сухи. вот видите какое интересное дерево получается пятна разного оттенка пятна листвы добавим в зеленый белый и охру получится светлый цвет интересный этим цветом мы усилим верх пятен те которые посветлее как бы сделаем их более светлыми наверху вот так мы делаем более четкими прямо можно беленького немножко добавить вот пятна стали лучше видны и и Тонкой кисточкой коричневым цветом прорисую ветви на среднем дереве. Они как бы проглядывают сквозь листву. И также рисуем ветви большого дерева. Какие деревья красивые получились! Зелёным цветом тонкой кисточкой нарисуем травинки, стебельки. А сейчас будем рисовать камни серым цветом. Смешаем белый и чёрный. И кистью номер 4 нарисуем камни. Друзья, верх всех камней посветлее, потому что они освещены. А низ их потемнее. Вот посмотрите, как сразу камни становятся более чёткими. Их лучше видно. Наш пейзаж становится всё интереснее. Охрой и белым смесью рисуем дорожку. Ну, кисть примерно номер 4-3. Внизу, где начало дорожки, она потемнее. А там, где она уходит вдаль, она посветлее. Тонкой кисточкой с зелёным цветом нарисуем такое интересно вьющееся растение. Вокруг большого дерева и листики на нём. Половинка листика светлая, половинка тёмная. Нарисуем травинки так же. Кистью потолще, номер 5, нарисуем зелёную листву и холм. Листва наверху дерева немного её надо. А теперь тёмно-зелёным цветом, прямо с добавлением чёрного, рисуем травинки. Слева и справа, внизу листа. Тонкой кисточкой, белой гуашью, нарисуем цветочки, похожие на ромашки. Лепестки, как лучики звёздочек. А в серединке поставим жёлтые точечки. И так же нарисуем оранжевые цветочки. Внизу слева нарисуем очень-очень тёмные травинки. И можно ещё подчеркнуть контур пятен листвы, выделить их. Ну вот, друзья, наш пейзаж уже готов. Успехов вам! Субтитры подогнал «Симон»!